Мы достигли того великого события, что Господь в Иордане после 30 лет вышел на проповедь Евангелия. И сегодня впервые были сказаны слова Христом Спасителем, «Приблизься Царство Небесное, веруйте в Евангелие». Эти слова еще раз и еще раз свидетельствуют, очень счастливы люди, потому что мы достигли этого великого события. И в сегодняшний день разрешаются все вопросы, которые часто в нашей жизни, особенно в эти дни, возмущают человеческое сердце. По какому стилю праздную? Празднуйте по тому стилю, который празднует Церковь Христова, которая является сионом Первой Церкви мира, это Иерусалимская Церковь. А что делать с сегодняшним днем? Сегодня на реке Иордан будет освещение воды. В этот день река возвращается вспять. То есть она течет, к примеру, в эту сторону. И в сегодняшний день, когда патриарх Иерусалимский, ныне здравший Феофил, будет освещать воду, вода на время останавливается и возвращается вновь, откуда она течет. Этому же есть свидетельство многих примеров. В этот день даже рыбы в Генесарельском озере, который находится в реке Иордан, приходят в возмущение только, что прилили в одну сторону, и нужно остановиться и возвращаться назад. Это еще раз разрешает наши небоуменные вопросы, когда празднуют нам Рождество, Хрестство, Крещение, Новолетие. Сегодня мы освещаем воду также на реках, освещаем на колодцах, храмах. И многие говорят, что сегодняшняя вода более имеет святость, нежели завтрашний день. Это все неправда, дорогие братья и сестры. Вода и одна и та же, молитва одна и та же. Святость воды зависит от нашего с вами внутреннего состояния. Если мы относимся действительно как к великому чуду, который Господь совершает, у меня есть вода 1935 года, иеросхимонаха Самсона, который мертв в 1983 году, и она не приняла никакого изменения. Она осталась такой, как она и была. Это еще раз свидетельство о том, что благодать не мощная врачующая. И что сегодняшний, а завтрашний день освещается дважды, и сегодняшний день для того, что завтра может кто-то не прийти. По разным обстоятельствам жизни. Поэтому сегодня, предвозвещая градушное торжество завтрашнего дня, мы освещаем, подготавливаем людей, как Иоанн Притеча сказал покатить. Приедите все, черпайте воду, пейте ее, освещайте свои домы, прилично полность, освещайте из скотной одежды. Это все принесет к вам лишь только во благость. Где святость, там нету никакой порчи, нету никаких недугов, есть только одна милость Божия спасающая. Поэтому, дорогие братья и сестры, еще раз, еще раз благодарю все эти святые молитвы, прихожан нашей Святой Лавры, прихожан всех нашей Церкви, кто живет в Украине и далеко за ее границами, но всех православных христиан. Давайте будем жить по указаниям государства Кесаро. Кесаро, а Божий Бог. Пускай и власть прислушивается к этому великому торжеству и празднику, потому что они тоже христиане, если христиане, они тоже пристанут перед Богом, и они не будут говорить, что они говорили, они не слушали. Мы вас призываем всех к покаянию, любви и милосердию, чем да поможет вам сам предпоситель мира. Сегодня ослужилась литургия Василия Великого. К сожалению, многие не слышат этой молитвы, не хотят слышать. Но мы молились сегодня в палатах, братья и начальствующих, чтобы вас за спулю тупил. Народ сегодня не верующий, сегодня они верят более тем, кто по картах бросает, кто еще на чем-то отдает, но Христу никто не верит. А он сказал, «До тех пор будет иссуществовать мир, пока не исполнится все». И он нас предупредил, что мы хотим услышать. Ученикам его не хотим быть, а чьи же мы тогда, если он творец? Он сказал, что будут болезни, будут войны, будут страдания, все будет то за наши грехи и невежествия. Но мы так и не каяемся. Мы не спешим ходить в храм, не спешим простить друг друга, не спешим помогать родителям, не спешим учить детей, становимся бесплодными смоковницами, хотя сегодня все нам говорит о великой милости и благодати пришествия Христа Спасителя. Поэтому еще раз ян предчет, что через нас у всех возвещает слова Христа Спасителя. Примейство в Царство, покайтесь. Оно нигде не далеко, поверьте. Вы думаете, где-то в Иерусалиме, в Америке, в Литве, в Латвии нет. Оно вот здесь, в Царство Божье. И оно в нашем сердце. Я раздумываю о многом, и мы говорим о Царстве Божьем. Мы говорим часто, где же находится души усопшие. Но если Господь сотворил рай, отнял у нас это блаженство, и святые все говорят, что оно на земле, то, поведем, мы ходим, только у нас изменены мышления, представления Царства Небесного. И мы можем только увидеть то, что у нас телесное обозрение, а духовное мы не видим. Мы не видим ангела, мы не видим чаши тела и кровь Христова, мы не видим прощения грехов в таинстве и хрещении, мы не видим благословения в супружеской жизни, мы не видим разлучения души с тел, мы ничего не видим. Почему? Потому что наша материальная оболочка, она затмила духовный мир. И если только мы воспрянем от этого, тогда Царство Божие увидим пришествие в силе. Всех поздравляю с преддверием праздника, до на вечере Рождества Христова. Уже протели тропар в Иордане и пришествии Господи, я призываю на всех от блага Святого Духа. И дохранит вас всех Господь. Спешите, дорогие братья и сестры, завтра в храмы, сегодня вечером. Набирайте воду. Постарайтесь, каждый день можете, не хватит вам на целый год. Вы берете баночку, туда доливаете святой воды и пейте каждый день. Это, поверьте, врачебная сила, говорю, из собственного опыта. Поэтому и ограбившись дома, но не предавайте другим каким-то магическим действиям в Одессе. Что нужно это? Нужно это. Это святыня. Это Божий Дух, Дух Святый, который охраняет человека. Этот Божий Дух хранится не в банке, не в воде, это освящается для нас. Не знаете ли вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? То есть наше сердце, наше тело, это и есть храм Божий. И вот, придает нам подкрепление силы благодати через воду, через освящение зелени, траву всяких, освящение продуктов питания. Это все есть воспомогающая сила для нашего здравия, хранения духа злого поднебесного и сила, которую ведет тихо, блестяное Царство Небесное. Да хранит вас все Господь. Правильно.